Власть это судьба, высшее счастье, воспитание ребенка. Путин рассказал о сменяемости власти в России, возможности возглавить госсовет и о мерах поддержки для молодых матерей. Заявления прозвучали на встрече с общественностью в Иваново, где одна из девушек предложила президенту взять ее замуж. Владимир Путин рассказал о сменяемости власти в России, возможности возглавить госсовет и о мерах поддержки для молодых матерей. Заявления прозвучали на встрече с общественностью в Иваново, мы собрали некоторые из них. О сменяемости власти. Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь. Без поддержки вообще работать невозможно. Я, начиная с 2000-х годов, с самых тяжелых и отчасти кровавых, вот если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать. Что предлагается? Первое. Ликвидировать количество сроков, на которые может признак забираться. Почему я не хочу? Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы выносим поправки в Конституцию даже не на 5, не на 10 лет. Минимум лет на 30, думаю, на 50. Сейчас действительно может быть важнее даже стабильность, спокойное развитие страны. Но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно безусловно обеспечить сменяемость власти. О роли Госсовета. Второе. Перейти к парламентской республике, что во многих странах практикуется. У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли. Но даже там сбои очень большие в этой парламентской системе. Например, в Бельгии до сих пор год не могут сформировать правительство. А у нас та страна какая сложная. Для нас это просто невозможно, губительно. Или предлагается, как вы сказали, наделить там, скажем, ну, Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России абсолютно губительная ситуация. Мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны, или будет ее разрушать, вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать. О расширенном мат-капитале. Я рада, что у нас в государстве теперь мама. Это не обуза для работодателя, для коллектива. Это все-таки женщина, выполняющая свою главную задачу в своей жизни – рожать, воспитывать детей. Перебиваю, но не могу не отреагировать. Мы сказали, это главная задача. Так приятно это слышим. У женщин много других главных задач, но это точно одна из глав. У нас знакомый есть, у которого появился уже второй малыш в этом году. И они хотели-то озабочены тем, что смогут ли они рассчитывать на повышенный материнский капитал, который сейчас более 616 тысяч. Конечно. 616, с половиной даже, 616 и 617. Поэтому, конечно, смогут. Мы же с первого января. С первого января, все, кто родился с первого января, дети, которые появились на свет с первого января и позднее, все семьи, в которых родились эти дети, они могут рассчитывать на этот повышенный материнский капитал. На счет этого 616-617 тысяч. По словам Путина, общий объем средств на поддержку каждой многодетной семьи превысит миллион рублей, а процедура получения соцспособий будет упрощена. При этом главным способом поддержки молодых семей в России Путин назвал строительство ясли и детсадов. В заключении президент поздравил женщин с наступающим 8 марта. До встречи Путин общался с жителями Иваново. Одна из девушек выкрикнула «Возьмите меня замуж». Как пишет ТАСС, президент был несколько озадачен и успел перекинуться с девушкой парой фраз. А позднее на встрече Путин отметил, что ему предложили вступить в брак. Дал ли он согласие, президент не уточнил. Решили обсудить то, что сказал Владимир Путин с экономистом, преподавателем Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Владиславом Геньковым. Владислав Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте послушаем, что сказал президент. Он, в частности, сказал, что обеспокоен стагнацией реальных доходов россиян. Президент объяснил эту стагнацию падением цен на энергоносители. Однако при этом он говорит, что наказывать за стагнацию некого. Давайте послушаем президента. Снижается то, что количество бедных опять растет. Вот с последней цифры опять подросло. Было 13,4, стало 13,5. На разнице небольшая, но она, конечно, на это конкретные люди. Да, это правда. Есть и объективные обстоятельства. Понимаете, что можно сказать про персональную ответственность, если снизили цены на нефть на мировом рынке? Итак, Владислав Иванович, с одной стороны стагнация в реальных доходах, а с другой стороны наказывать за эту стагнацию некого. Ну и объясняется падением цен на энергоносители. Вы согласны с этим? Ну я бы обратил внимание, вот как раз если посмотреть это видео, на эту часть интервью, то действительно Владимир Владимирович Путин обратил то, на что я тоже постоянно пытаюсь обратить внимание, вещи какие. То есть заключается в том, что количество бедных у нас резко сокращено, на самом деле. То есть это 13,5 миллионов человек, это не 45 миллионов, которые были в начале нулевых. Это очень важно. И второе, Владимир Владимирович Путин назвал, что рост реальных доходов по сравнению с нулевым годом, несмотря на все перипетии мирового финансового кризиса 2008-2009 года и падение более чем двукратной цен на нефть, все равно мы живем лучше, чем в начале нулевых. И третий момент, правильно Владимир Владимирович Путин сказал, что люди всегда сравнивают не с тем, что было вчера плохо, а сегодня стало лучше, они хотят жить лучше завтра, вы согласитесь с этим, да? То есть вот эти все тезисы, они абсолютно очень важны, поэтому, когда мы говорим о том, что у нас увеличилось число бедных и, соответственно, еще мы заметили, что реальные доходы, реально располагаемые доходы, они припали, как говорил Владимир Владимирович Путин, или стагнируют тоже, он говорил, то на самом деле речь идет о том, что как это рассматривать, в какой перспективе, то есть если смотреть там год от года, то мы можем там наблюдать. Если мы рассматриваем более широкую картину, то получается развитие-то не остановилось, оно идет, просто получается, может быть, темпы замедлились. Ну вот смотрите, Владислав Иванович, уже долгие годы, лет 20, по отношению к России говорят, что наша страна нефтезависима, и, кстати, об этом Путин тоже говорил, он говорит, что зависимость экономики России от нефтегазовых доходов снижается, но полностью одним щелчком пальцев. Невозможно от этого отказаться, вот что он сказал, в частности. Мы же хотели уйти от нефтезависимости. Мы хотели уйти и постепенно уходим, кстати говоря, мы реально уходим от этого, потому что доля нефтегазовых доходов, она растет, но это требует времени, это не сделаешь одним щелчком пальца. Вот здесь нету противоречия, с одной стороны, говорят, что мы действительно зависим от цен на энергоносители, а с другой стороны, мы пытаемся от нефтезависимости уйти, и вот здесь, а за счет чего тогда доходы россиян будут расти, Владислав Иванович? Ну, здесь, как всегда, вот если говорить о чисто экономических вопросах, они всегда такие непопулистские, то есть смысл такой, Владимир Владимирович Путин как раз то, что озвучивает по экономике, это есть поиск золотой середины. То есть, с одной стороны, есть нефтегазовые доходы, их доля сокращается действительно, и сейчас более половины бюджета наполняются нефтегазовыми доходами, это факт, безусловно, это было продемонстрировано на диаграммах и графиках, которые шли с фоном на речь президента, это раз. С другой стороны, конечно, нельзя полностью бросить нефтегазовые доходы, да, почему? Потому что, ну, это важные доходы, если посмотреть, насколько мы зависим от этих нефтегазовых доходов, но мы от них зависим очень мало сейчас, на самом деле. То есть, если взять страны ОПЕК, например, Венесуэлу, 95% всего экспорта это нефть, да, там, Саудовская Аравия и другие страны, они очень сильно за их. Кстати, наш партнер Соединенные Штаты, экономический партнер, кстати, с которым у нас оборот даже растет, несмотря на политические санкции, что очень важно, экономика пробивает все дороги, несмотря на политические вот эти вещи, которые в отношении нас вводят в Вашингтон. Так вот, если мы посмотрим, то это же самая крупнейшая держава сейчас в мире по добыче нефтегаза, и они не хотят от этого отказываться. Более того, в удельном плане, если посмотреть на экспорт Соединенных Штатов, то есть, там есть нефть, да, то есть, и она самую большую долю занят в удельном, то есть, это не, конечно, не 50%, но в удельном, то есть, это, понимаете, да, то есть, это большая. Поэтому, кое с золотой середины, это всегда такая рутинная, неинтересная, на самом деле, работа с точки зрения популизма, потому что с точки зрения популизма, вы же понимаете, удобнее сказать, нам нужно полностью освободиться от нефтегазовой зависимости, нам нужно что-то перестраивать экономику, у нас все очень плохо, и тем самым можно набрать очень много рейтингов и даже прорваться на какие-то уровни власти, там, дома и так далее. Но, на самом деле, правда, немножко иначе. Мы должны иметь микс, да, мы должны, как бы, развиваться гармонично, то есть, у нас есть и нефтегазовые доходы, есть и нефтегазовые доходы, у нас есть, значит, понимание, что есть база для развития, у нас есть, понимание, что мы развиваемся уже по сравнению с нулевыми годами, да, то есть, у нас бедность, ну, почему бы не сказать просто элементарным спасибо человеческому, да, Владимиру Владимировичу Путину, что, когда он пришел к власти, было 45 миллионов человек бедных, а сейчас 13,5. То есть, таких успехов, ну, назовите еще какую-нибудь другую страну, где были бы такие же, на самом деле, колоссальный успех на фоне беспрецедентного политического давления, которое оказывалось и оказывается на нашу страну, и в виде санкций, причем санкции не только на бумажке написаны, а в виде того, что, ну, что уж, прямо скажем, Госдеп США прямо отговаривает многих инвесторов вкладывать в Россию, не только американских, и они сами в этом признаются. Про давление не скажу, но вы просите назвать страну, а знаменитое китайское чудо экономическое? Ну, это тема отдельного разговора, я готов подискутировать насчет китайского чуда, потому что оно действительно в СМИ так подается, но оборотная его медаль, на самом деле, это краткая сигарет, это высокая зависимость всех субъектов экономики Китая. Раз, огромная долларовая зависимость китайских банков, в результате чего мы видим, в результате чего этого торговая война, на самом деле, между Китаем и США, она заключает в том, что Китай вынужден идти на целый ряд уступок, которые не соответствуют национальным интересам Китая. Вот это можно дальше развить, но это вот факт, потому что они находятся в долларовой зависимости, а китайские банки, они очень сильно вовлечены в то, чтобы занимать, и во многом, условно говоря, вот это китайское чудо, оно было в кредит. То есть мы тоже могли бы огромное количество денег занять у МВФ, у других банков, влить в экономику, увидеть рост реальных доходов, но потом мы бы потеряли суверенитет. То, о чем говорит Владимир Владимирович Путин, то, что является не абстракцией. Понятно, да. Владислав Павлович, спасибо большое, что были с нами на прямой связи.